Добро пожаловать, дорогие зрители! У меня в руках кружка из Пуэрто-Вальярте. Как напоминание, что нужно молиться за Мексику. В разгар кризиса многие жители этой страны нуждаются в помощи. Многие из нас спрашивают, а кто-то может помочь мне? Я, как один из пасторов Виллингдона, признаю, что тоже нуждаюсь в помощи. В это время, когда из-за ковида развивается кризис, как мне вести людей? В чем сейчас нуждаются люди? Как мне помочь людям, которых я не вижу лично? Я стараюсь подготовиться, читая соответствующую литературу, посещая семинары и вебинары по лидерству. На прошлой неделе я побывал на лидерском саммите, где узнал, что одни из самых известных и состоявшихся лидеров в мире страдают от депрессии, потому что сейчас момент ВУКа. Кто-то спросит, ВУКа? Есть такое слово? ВУКа — это термин, созданный американскими военными, чтобы описать нестабильное положение, когда ситуация очень быстро меняется. Это аббревиатура из слов нестабильный, неопределенный, сложный и неоднозначный. Сегодняшний мир нестабильный, потому что в нем все очень быстро меняется. Этот мир неопределенный, потому что никто не может предвидеть будущее, и никто в полной мере не понимает, что происходит. Никто не знает, как долго продлиться эта пандемия. Сегодняшний мир сложен, потому что на него влияет множество факторов, которые невозможно проанализировать. Сегодняшний мир неоднозначен, потому что все запутано и неясно. Слово ВУКа стало подходящим термином, чтобы сказать «вокруг полное безумие». Если кто-то спросит, как вы справляетесь во время кризиса, вы можете сказать «у меня момент ВУКа». Возможно, это вам поможет. Это касается многих, включая медицинских работников, лидеров правительства, экономистов и экспертов по лидерству. Кажется, что в помощи нуждаются все вокруг. Мои пожилые родители, моя жена, мои дети, другие пасторы, члены церкви, друзья. Но кто же поможет лично мне. И, возможно, вы боретесь с какой-то болезнью, и ваше будущее неясно. Или у вас нет работы, а рынок рабочих мест непредсказуем. Или вы студент, и не понимаете, как будет выглядеть ваш образовательный процесс. Или вы так устали от обсуждений COVID-19, что просто уже не можете о нем слышать. Как и все мы. Есть ли тот, кто может мне помочь? Готовясь к этому посланию, я вспомнил себя в возрасте 4-5 лет. Ночью я не спал. Я ждал, когда отец вернется домой. Мой отец работал на базе отдыха Стилвод. Будучи волонтером, он ездил туда по вечерам, чтобы поработать над проектами. База находилась в 40 минутах езды от нашего дома. Я вспоминаю, что никак не мог заснуть. Я волновался. Мне казалось, что отец ведет машину ночью где-то далеко в горах. Я переживал, что он и снет прямо за рулем, свернет с дороги и упадет в озеро. Отец давал мне чувство безопасности. Если с ним что-то случится, кто обо мне позаботится. Мама старалась успокоить меня, чтобы я смог заснуть, и говорил, Рэймонд, все будет в порядке. Только мои родители зовут меня Рэймондом. Но я не мог заснуть, пока отец не вернется. Я чувствовал себя беспомощным. Я не контролировал ситуацию. Жизнь казалась такой хрупкой. Если бы отец погиб, кто бы обо мне заботился? Какими бы юными или пожилыми мы ни были, мы не хотим идти по жизни в одиночку. Мы хотим, чтобы кто-то надежный заботился о нас, защищал нас и помогал нам. Если тот, кто может помочь, если сегодня вы задаете этот вопрос, этот псалом для вас. Это 120-й псалом. И это песня восхождения. Еврейский народ пел ее, пока поднимался на гору Сион, на холмы и Иерусалима, чтобы поклониться Богу во время трех основных ежегодных праздников. Эта песня начинается с утверждения. Псалом 120-й, первый стих, говорит, «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». В древности люди часто ожидали помощи именно с гор. Они верили, что горы — место обитания божества. Они почтительно относились к горам, считая их обителью духовных сил. Святыни и алтари зачастую строились именно на горах. Свидетельство тому можно найти по всему миру. Гора Фудзе в Японии, Мачу-Пикчу в Перу, гора Олимп в Греции, гора Кайлас в Китае. Что интересного в горе Кайлас? Пять религий считают ее святой. И у каждой религии есть свое представление о том, какая священная сила обитает на этой горе, как эту силу нужно воспринимать и как ей поклоняться. Что мы поймем о Боге, если просто посмотрим на горы? Этим летом я катался на мотоцикле по горам Британской Колумбии. Каскадные горы, озеро Аканаган. И еще там есть скалистые горы и Кутеней. Я видел одну гору за другой. Я сидел у подножия горы. Робсон — это наивысшая точка скалистых гор. Я сидел там около часа и спрашивал себя, что я бы понял о Боге или о духовной сфере, если бы просто смотрел на гору Робсон? Что я бы узнал о Боге, если бы забрался на гору? Глядя на гору, я бы обрел некое представление о высшей сфере, о высшей силе, но я бы мало что понимал. А как вы связаны с духовной силой? Можно пытаться манипулировать ею ради своей выгоды, но вы точно не знаете. Можете ли вы ей доверять, или есть ли этой самой силе? Дело до вас. В июле на Марс отправились три миссии из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки. Перед ними стояла цель развивать технологии и найти следы жизни на Марсе. С точки зрения технологии, очень захватывает. Но меня больше всего удивляет, насколько мало мы знаем о космосе, и насколько мало слышим через радиотелескопы. Там тишина. В древние времена горы и звезды считались местом обитания божества, богов денег, войны, мудрости, исцеления. Люди верили в разных богов. Во время кризиса они всеми силами старались умилостивить богов, чтобы жизнь наладилась. В каком-то смысле люди также относятся к врачам, финансовым экспертам, лидерам правительства, чтобы их жизнь наладилась, словно наше благополучие полностью зависит от них. В 120-м салме человек поднимается в Иерусалим. Он поднимает свои глаза к холмам вокруг Иерусалима и спрашивает себя, «Откуда придет помощь моя?» Он ищет защиты, заботы, руководство, благословение. Послушается его открытый и смелый ответ на свой же вопрос. Это второй стих «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». От кого? От Господа. В оригинале вместо слова «Господь», которое вставили здесь переводчики, стоит имя самого Бога. «Я Хвэ». Его имя звучит в этом коротком салме пять раз. Откровение об этом имени нельзя принимать как должное. Это дар, который раскрывает Божий характер. Корень этого слова «Я есмь». Господь всегда был, всегда есть и всегда будет. У него нет ни начала, ни конца. Его характер не меняется. Псалмопевец писал в 123-м салме, в 8-м стихе. «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Он признает, что Бог – высший Творец, Который обладает неограниченной силой. Никто и ничто не может его остановить. Никакое правительство, никакой вирус или погодное явление. Только Он правит всем. Ни одной горой, но всей сотворенной Вселенной. Поэтому автор восклицает, «Мой помощник держит в своих руках всю Вселенную». Все, что сотворено Богом, все целы зависят от Него. Все творение. Каждое живое существо и каждый человек. И я тоже. Давайте послушаем, как псалмопевец поклоняется в следующем псалме. Это 145-й псалом, 2-й стих. Тут сказано так. «Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надеетесь на князей, на Сына Человеческого, в Котором нет спасения». То есть на Трюдо или Трампа. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. «В тот день исчезают все помышления его». «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим». Библия — это история о том, как Бог являет Себя не только как божественную, но и сильную, сострадающую, милостивую и любящую личность. Он освобождает пленников, поднимает тех, кто упал, заботится о сиротах, спасает эмигрантов, дарит свободу угнетенным и кормит голодных. Господь, Яхве, не только обладает силой помогать, Он желает помогать и делает это. Господь, помощь моя — это признание путников. Заметьте, что 120-й псалом похож на диалог. Он начинается с вопроса и ответа путника. Затем иерусалимский священник отвечает на открытое и смелое исповедание путника благословением. Это третий стих 120-го псалма. «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хоронящий тебя, не дремлет, и не спит хоронящий Израиля». Есть слово, которое встречается в последних шести стихах псалма. Оно звучит там шесть раз. Это слово «хранить». Оно означает «наблюдать», «охранять», «не оставлять без внимания». Священник говорит путнику, «Твой помощник, Господь, Яхве, не спит и не дремлет. На всех твоих путях Он наблюдает за тобой». Вы замечали, что в сильную жару охранники часто устраивают сиесту и засыпают. Они могут уснуть и среди ночи, если никто не смотрит. Так забавно, когда кто-то вдруг будет охранником, и тот пытается собраться и сделать вид, что все это время он был начеком. Так вот, Яхве не спит. Яхве, Господь, не даст поколебаться вашим ногам. Устойчивая походка — это прообраз безопасности в Писании. Несколько недель назад мы с женой гуляли по парку. Тропинки порой то расширялись, то сужались. Они вели или вверх, или вниз, или петляли. Они вынуждали танцевать среди корней деревьев и пробираться между камнями. Устойчивая походка очень важна на дороге жизни. Господь делает наши шаги устойчивыми и днем и ночью. Он всегда рядом. В четвертом стихе сказано, что тот, кто хранит Израиля, тот, кто смотрит за Божьим народом, всегда рядом. Это наш личный добрый пастырь, который направляет, защищает и благословляет. Мы всегда можем на него положиться. В Древнем мире считалось, что языческие божества засыпают. Я помню, как в одной стороне увидел человека, который стоял перед священным извоянием. Он ударил в гонг, чтобы разбудить божество, бросил деньги, чтобы умил истивить его, а затем быстро произнес молитву в надежде, что божество ее услышало. Так вот, Яхве никогда не спит. Он всегда рядом. И он всегда готов помочь. Спим мы или бодрствуем, дома мы или вне его, Яхве всегда готов нам помочь. Путник говорит прямо, ничего не стыдясь. Мой личный помощник никогда не устает. Мой личный помощник никогда не спит. Этого было бы достаточно. Достаточно. Но священник продолжает свое благословение в пятом стихе. «Господь, хранитель Твой. Господь, сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь ваш хранитель». Вы знаете, как садовник смотрит за садом, караульный смотрит за городом, охранник смотрит за собственностью, или как смотритель маяка помогает кораблям не разбиться. В прошлом месяце я какое-то время наблюдал за маяком Аткинсона в Ванкувере и за маяком Джорджа на Большой Земле. Эти маяки были построены в конце 19 века, чтобы уберечь корабли от опасности и указывать им путь. Сначала в этих маяках жили смотрители, но сегодня они полностью автоматизированы. Не так давно в Globe and Mail написали о последнем смотрителе маяка, который живет на острове Машер у берегов Новой Шотландии. В 1990 году береговая охрана полностью автоматизировала маяк, однако смотрители, мистер и миссис Дрю, решили остаться на острове и жить на ферме. Время от времени они спасают тонущих моряков. После недавней поездки на материк, им велели сесть на карантин, самоизолироваться и соблюдать дистанцию. Это не так сложно, когда вы единственные жители острова. Трехкилометрового куска земли с камнями и кустарниками. Супруги держат двух собак, восемь кос, дюжину куриц, у них два кота и несколько уток. Вода вокруг острова Машер может быть неспокойной. Море, которое бьется о скалы побережья Новой Шотландии, погубило сотни кораблей с тех пор, как там стали вести наблюдения. Современными технологиями навигации большинству кораблей и лодок маяки не нужны. Но, как говорит мистер Дрю, новый автоматический свет может светить очень ярко, но если вам в море понадобится помощь, он не придет и не спасет вас. С другой стороны, Господь наш Хранитель, Он убережет нас, Он укажет нам путь, Он осветит нашу дорогу, и когда нам потребуется помощь, Он будет рядом. Псалмопевец утверждает, «Господь, твоя тень, по правую руку». Другими словами, Он так близко, Он защищает вас, покрывает вас, Его не напугают бушующие волны, которые могут встретиться на вашем пути. Поэтому путник может без стыда и страха открыто сказать в 120-м псалме, «Мой помощник со мной во всякое время». Он пишет так, «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». На иврите такое выражение — это особый оборот. Две противоположности стоят рядом, чтобы показать всю полноту смысла. Еще один пример. Иисус — это начало и конец. Он — Господь, начало и конца всего, что между ними. Он — Господь всего. Бог защищает вас и днем, и ночью. Он с нами, постоянно нас защищая. Апостол Павел тоже писал об этом в 8-й главе Послания к римлянам. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Случился у нас момент вука или нет, Господь правит всем, и мы будем жить под покровом Его защиты. Ничто не будет угрожать нам днем. Нам не нужно бояться солнечного удара. В тропиках озоновый слой очень тонкий. Солнечный свет там очень яркий и опасный. Полчаса на солнце, и человек со светлой кожей полностью обгорит. Дегидратация происходит там очень быстро, но в разгар кризиса ковида мы можем житься в безопасности в тени крыльяхве. Точно так же мы не пострадаем от опасности ночной поры. В древности многие верили, что лучи лунного света могут свести с ума. Нам не нужно опасаться лунного удара или психического расстройства. по поверью, многие божества в древнем мире ночью спускались в подземный мир. Бог Яхве всегда рядом и всегда наготове. Он защищает нас и днем, и ночью. Жизнь полна опасностей, но Господь оградит от всех них. Здоровые или больные, с финансовыми проблемами или с изобилием, с вирусом или нет, мы можем жить под сенью всемогущего Бога. Благословение священника заканчивается в 7 стихе такими сильными словами. Господь сохранит себя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Вхождение и выхождение подразумевает наше повседневное перемещение. Священник говорит путнику, идешь ли ты на работу или домой, или же идешь в школу, а затем домой, или едешь в дальнее путешествие, а затем возвращаешься, или совершаешь путешествие в Иерусалим, а затем назад, Господь рядом, Он охраняет, поддерживает и помогает тебе, Он с тобой куда бы ты ни пошел. Путник может уверенно сказать, мой помощник повсюду со мной. Эти стихи показывают забота и защита Бога Яхве перемещаются вместе с псалмопевцем. Его забота доступна не только на высокой горе, или в каком-то убежище, или в Иерусалимском храме, нет, Господь повсюду, рядом со своим народом. Псалмопевец восклицает в 7 стихе 138 Псалма, куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу. Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, Бог Яхве, как друг, который сопровождает вас везде, куда бы вы ни пошли. Раньше я много путешествовал, был на каждом континенте, чаще всего в местах, что не указано на картах, там, куда никто не едет. Но там так интересно. Джуди часто не понимала, куда я уехал. Ей приходилось доверяться Господу и Его защите. Один из уроков, который я усвоил, путешествуя по миру, Господь Яхве везде. Он везде тот же. Он не меняется. Я понял истинность слов Иисуса, которые звучат в послании к евреям. Если вы откроете 13 главу, там вы увидите этот замечательный пятый стих «Не оставлю тебя и не покину тебя». В шестом стихе автор послания пишет следующее. Так что мы смело говорим «Господь мне помощник» и не убоюсь, что сделает меня человек. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Он велик. Он творит с неба и земли. У него есть власть надо всем. Мы можем не бояться. Возможно, сейчас жизнь кажется нестабильной, неопределенной, сложной и неоднозначной. Но если вы последователи Иисуса, вы можете открыто, уверенно и без стыда исповедовать весь 120-й псалом. Мой помощник Господь. Он держит всю вселенную в своих руках. Он мой личный помощник. Он никогда не устает. Он со мной во всякое время и во всяком месте. Возможно, вы держитесь за последнюю соломинку. Вы пережили много трудностей. Вы не можете взять себя в руки. Вам слишком стыдно просить о помощи. и кажется, это конец. Но Бог с вами еще не закончил. Знаете, у Него есть для вас цель и во время, и после этого кризиса. Ваша слабость и уязвимость — это возможность, чтобы Бог Яхве явил вам себя. Недавно молодой японец из Осаки исчерпал все свои возможности. Три года назад он побывал на концерте евангельской музыки и был удивлен атмосферой Бога, которую он ощутил. Но он не позволил этому опыту от Бога изменить его жизнь. Затем началась пандемия. Юноша был одним из многих, кто потерял работу во время карантина. Пришел момент, когда он понял, что не сможет платить за аренду. Это был момент личного кризиса и огромного стыда. Юноша поклялся, что никогда не будет просить у кого-нибудь денег, но он знал, что ему нужна помощь. Накануне своей встречи с другом христианином, юноша увидел сон. Ему приснилось, как печатная машинка набирает сообщение, в котором говорится, «Все в порядке, ты можешь нарушить склятву. Позже я дам тебе возможность тоже кому-то помочь, и твой стыд исчезнет. И помни вот что, когда никто не сможет тебе помочь, я сам тебе помогу». Юноша понял, на следующий день, гуляя по улицам Осаке со своим другом христианином, из-за невозможности где-то присесть из-за карантина, юноша говорит о том, как бы ему хотелось, чтобы Иисус стал его помощником, Господом и Спасителем. В темном и пустом парке он пригласил Иисуса войти в его жизнь. Это был момент отчаяния, когда юноша исчерпал свои силы. Так начались его отношения с Творцом неба и с Его Творцом. Иисус пришел с небес на землю, потому что мы не могли помочь себе сами. Он показал нам сердце Бога. Живя на земле, Он освобождал пленников, возвращал зрение слепым, даровал свободу духовно угнетенным. Он продолжает делать все то же самое до сегодняшнего дня. Иисус был послушен Богу до Своей мучительной смерти на кресте, где Он взял мои и ваши грехи на Себя. Он открыл путь, благодаря которому наши грехи могут быть прощены. Мы можем иметь отношение с Богом, мы можем принять дар Святого Духа, это Дух Бога, наш помощник, который находится с теми, кто следует за Богом, всегда и везде. Он никогда не устает и нас не покидает. Мы все нуждаемся в помощи и нам вовсе не обязательно этого стыдиться. Если вы никогда не просили Иисуса стать вашим помощником, вашим спасителем, вы можете помолиться со мной прямо сейчас. Склоните голову и просто повторяйте за мной эту молитву. Иисус, благодарю Тебя, что Ты пришел помочь мне. Я признаю, Господь, что в этот момент я очень нуждаюсь в Твоей помощи. Я устал, я с трудом двигаюсь вперед. Я признаю, что жил независимо от Тебя и не обращал на Тебя внимания. Я пытался идти своим путем, но сегодня я признаю, что отчаянно нуждаюсь в Тебе. Иисус, мне нужна помощь. Спасибо за то, что пришел на эту землю. Взял мой грех на себя и умер на кресте. Ты заплатил цену, которую я не мог бы заплатить. Ты открыл мне путь к Отцу, чтобы я мог иметь отношение с Тобой и Иисус, и чтобы Твой Дух Святой пребывал во мне. Дух Святой, приди в мою жизнь. Помоги мне жить так, как этого хочешь Ты. Иисус, я хочу быть похожим на Тебя. Отец, благодарю Тебя, что Ты принял меня в Свою семью и сделал меня Своим Сыном. действуй во мне. Я прошу у Тебя помощи во имя Иисуса. Аминь.